Всем привет из солнечной Греции! С вами Юля, вы находитесь на канале о вышивке крестом. Сегодня у меня 18 июля, воскресенье. Сегодня я хочу начать новую неделю с моими летними стартами. Посмотрим, какие наборы я буду начинать на этой неделе. Откроем, сделаем обзор. Ну и, конечно же, через неделю мы посмотрим, что получилось, мои впечатления. Ну и вот таким образом будем продвигаться. Эта неделя у меня будет короче, потому что мы на выходных, в субботу и воскресенье, 24-25 июля, уезжаем на два дня в маленький отпуск здесь по Греции, в одно красивое, очень интересное место. Сделаю влог, когда мы туда приедем. Ну а сейчас давайте смотреть наборы. Во-первых, хочу начать Ланарте, романтическую коллекцию, Сара Мун, леди с лиловым, наверное, цветком. Размер работы 20 на 30 сантиметров. Вот такая вот красивая девушка на льне. Сейчас мы откроем все, посмотрим. Дальше у меня есть два вот таких шикарных набора. Вирвака. Просто редкость какая-то. И откроем какой-то один. Я не знаю, какой открыть, что я буду сегодня начинать вышивать. Какие мордочки. Ну, наверное, вот эту. Тут зебры, тут кошки дикие, птицтка красивая. Так, и также хочу открыть вот этот наборчик с бисером. Разбавить немножко крестики. Спас не рукотворный. Это у нас паутинка 20 на 25 сантиметров. Размер работы. Бисер здесь у нас в комплекте есть. Вот так вот у нас фон. Ну что, поехали. С чего начнем? Начнем с леди. Давайте начнем с прекрасной леди, девушкам дорогу. Вперед их будем пропускать. Правильно. Так, так, так. Так, обложка. Ну, обложку мы уже посмотрели. Здесь у нас какая информация? Это у нас стопроцентный лен. 14 нитей в одном сантиметре. 35 размер. Вот так вот. Мулине стопроцентный хлопок. Эгла инструкция по составу. Хорошо. Дальше. Схема, подозреваю, огроменная. Что-то Лонарта очень любит огромные схемы. О, ну да. Вот такая огроменная схема. Да, кстати, когда вышивала тоже девчонок, девчонок, что-то там, любящие сердца, там тоже была очень большая схема. И здесь огромная схема. Бэкстича совсем мало. Очень плохо нанесена сетка. И сетка у нас здесь по 5 клеточек, по 5 крестиков. 5 на 5 разбивка. Не люблю такую разбивку, но ладно. И такие схемы огромные не очень люблю. Их нужно прям сворачивать. Но сам дизайн простой. То есть схема простая. Так. Посмотрим ключ. Ключ с обратной стороны. Так плохо не отрежешь, ничего не сделаешь. 24 цвета. Вышивка идет у нас крестом в одну нить. В основном крестом в одну нить. Ага. Крест в две ниточки. Совсем два значка. Дальше бэкстич у нас есть. В одну нитку и в две. Совсем чуть-чуть. В основном работа вышивается крестом в одну нить. Я очень люблю вышивать крестом в одну нить. Потому что крестики получаются ровные. Не нужно ничего выкладывать. Эти ниточки параллельно. Все самой легко и быстро получается. Стирать при 30 градусах. Гладить можно. В машинке не стирать. И сушку не делать. Вот. Такая у нас здесь инструкция. Вроде все просто по инструкции. Давайте смотреть, что у нас здесь. Игла. Сломанная. Представляете? Сломанная игла. От старости выбросить. Так. Вот есть уланарты. Всегда они таким пластиком делают. Зажимают ниточки на основе. Чтобы ничто, никуда, ничего не убежало. Ниточки коротенькие. Коротенькие. Такие ниточки. Смотрите, какие цвета. Такие постельные, нежные. Вот так вот с двух сторон. Нежненькие оттеночки. Ниточки. Ниточек немного, потому что все вышиваться будет крестиком в одну нить. Давайте посмотрим на основу. Картон. Ой, картонка. Картон. Картоночек насобираю много от ланарты. Может, когда-нибудь пеньки бы начну делать. Ну, и тканюшечка здесь маленькая по размерам. Тонированная. Есть вот такой вот небольшой тон. Может быть, сейчас камера не показывает. Немножко высвечена. Ну, такой небольшой желтенький разводы. Ну, и вот так вот ниточки. Очень будет нежная работа. Такая красивая основа. Плотненькая. Ну, и он такой хороший, плотный. Красота. Ну, что ж. Вот. Буду приступать. Возможно, прям вот именно с этой девушки я и начну. Обзор сделала на девушку в первую очередь. Может быть, сразу и с этой красавицы и начну. Очень интересно попробовать. Выберу какой-нибудь участок. Начну, может быть, с лица. Посмотрим. Так, ну что, едем дальше. Открываем вервака. Такой старенький-старенький набор. Прям вообще раритетный-раритетный. Я не знаю. Никогда не видела вообще в продаже. Видно по обложке, какая она уже стертая. Ой, какое чудо в моих руках. Просто, кстати, подарок от волшебницы моей. Спасибо, дорогая, за все твои подарки. Итак, смотрим. Вервака. Размер работы 36. На 26 сантиметров. Называется экзотические животные. Что еще у нас здесь написано? Легкий. Вот написано вот здесь в уголочке. Только сейчас заметила. Отметка легко. Ну, посмотрим, насколько легко будет вышиваться. Так. Что еще? Какая информация? Не знаю. Так, смотрим. Гарантийный талон. Прекрасно. Молодцы. Вот у нас гарантия есть, если чего не хватит. Так. Это что? А это у нас ключ. Отдельно. Вот, хорошо. Вот ключ отдельно. Вот так вот. Отдельный ключ. Все прописано. Цвета. Крестиком вышивается в две ниточки. Есть немножко в одну ниточку. И название цветов на разных языках. Так, схемка смотрим. Схемка здесь такая же, как и у Ланарты. Но это как бы одна фирма, два подразделения. Тоже здесь разбивка 5 на 5 крестиков. Ну, хотя бы пронумерованные здесь. Пронумерация идет как раз вот 10 на 10. А разбивка сетка 5 на 5. Схема простая. Бексича нет. Вроде бы, может быть, внутри есть. Нет, вроде бы без бексича. Так, вот такая схемка. И вот то, что у нас здесь имеется. Вот так вот упакованы ниточки. Вот так. Ирбака. Иголочка. Целенькая. 24 номер. Сюда, в горницу. Давайте все посмотрим. Откроем. Ниточки. Так. Что у нас? Сколько? 24 цвета. Просто перекинутые. Очень большой такой органайзер. Видите? Длинненький. И набросаны ниточки. Ну, каких-то цветов много. Каких-то по одной пасмочке. Вот. Ну, ниточки, видите, вот такие красивые. Красивые. По-моему, здесь у нас ДМС. Если я не ошибаюсь. Блестящие. Цвета здесь очень интересные. Серенькие вот такие. Есть и яркие. Ну, и приглушенных много. И основа у нас здесь Аида. 14-го каунта. Такой большой кусок. Ну, да, работа будет же большая. Какой размер? 36 на 27. Конечно, большая работа. Вот такой вот кусок основы. Он весь не помещается в кадр. Буду сейчас заниматься подготовкой. Организацией моих процессов. И буду вышивать. Так. И еще один наборчик, который нам осталось вскрыть и посмотреть. Это вот паутинка. Бесерный дизайн. Так. Внутри у нас есть вот такая схемочка. Рекомендации к выполнению. Так, так, так. Спасный рукотворный. 20 на 25 сантиметров. Паутинка. Такая красота. Так. Смотрим, что у нас здесь. Очень плотная основа. Не знаю, как будет это все протыкаться иглой. Можно будет, наверное, прогладить. Немножечко с обратной стороны. Чтобы ушли заломы. Натяну на рамку. Есть линии рамочки. Вот. Так. Ну, вроде бы, качественно все напечатано. 10 цветов. Посмотрим, как будет здесь идти у нас процесс. Вот он у нас, бисер. Давайте откроем, посмотрим. Так. Так, что у нас тут имеется. Бисер. Ну, давайте посмотрим, какой бисер. Вот такой вот есть голубенький. Очень красивый бисерок. Так, вот здесь картоночка у меня была беленькая. Вот. Смотрите, какой красивый бисер. Голубенький, ровненький. Наверное, Чехия. Дальше. 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 Немножко у нас есть вот такого красненького. Есть немножко у нас вот такой цвет молочный. Люблю такой бисерочек. У него вот лифт прекрасный. Не знаю, будет ли не видно на камеру. Здесь этот блеск и переливы. Может быть сильно много света. Вот такой классический для икон. Белый, белоснежный. Тоже очень ровненький. Красивый бисерок. Много его, кстати. Дальше. Вот такой бежевый, кремовый. Тоже ровненький, хороший. И такой интересный цвет. Нежно-голубой. С какими-то разводами, наверное, с каким-то плеском. Что-то интересное. Такой темно-синий. Видите? Бусины белые. Бусины пластмассовые. Так себе. Кто их знает, сколько они проживут. И вот бусины. Вот такие. Вот очень интересный, насыщенный цвет. Такой бирюзовый-бирюзовый. Симпатичный. Вот. 10 цветов всего у нас получается. Ну что, сейчас тоже я организую в моей любимой органайзере. У меня есть такие ромашечки пластмассовые для бисера. Для моих икон. Или может быть в сердечко. Здесь мало цветов. 10 всего. Ну, посмотрю, как я буду организовывать этот процесс. Тоже вот буду пробовать вышивать. Есть у меня несколько вышитых икон. Иногда мне нравится вышивать иконы. Вышивать бисером. Разбавлять крестик чем-то другим. Все. На этом у меня, в общем-то, все. По обзорам. Я приступаю. И мы с вами увидимся через неделю. Я покажу вам, что у меня получилось. Поэтому до встречи. Я сейчас нахожусь в парке под соснами. Здесь аллея. Вечер. Остановилась, чтобы записать для вас не картинку, а именно звук. Никогда не угадайте, что это за звук. Это греческий жук. Его здесь называют дзизикас. Это он так трещит. Хлопает крылышками. Начинает трещать, когда становится очень жарко. Они хлопают крылышками. И создают вот такой вот звук. Здесь их много, скорее всего. Поэтому очень шумно. Хотелось бы найти хоть одного. Но они серенького цвета. Прямо под ствол дерева. И найти их увидеть очень-очень сложно. Хотя они достаточно крупные. Слышите, как разрываются. Вот, я его нашла. Вот он. Видите его? Притих. Прятался. Вот такие вот жуки. Еще одного нашла. Вот он закричал. Ну, ой, чуть не упала. Скользко, высоко. Где-то. Не крылышками хлопало, а так трещал. Вот он. Еще ель селит. Их сразу не увидишь. Они так хорошо маскируются. На сосне. Где-то тут был пониже первый. Уже не видно. Ух, улетел. Ух, улетел. Продолжение следует... 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 край в край, но можно вышивать я очень соскучилась за бисером и хорошо посидела, повышивала вот то, что у меня получилось вот такой вот участок я вышила посмотрите, красивый бисер ровненький, аккуратно все ложится также здесь уже бусинки пошли, вот они по краю вставляются вот здесь бусинки вот здесь вот они эти бусинки, вот они вот такой орнамент красиво получается, красиво в принципе нормально идет процесс вышивки, значки все видны бисер хороший, в общем здесь все хорошо и я с огромным удовольствием повышивала так как сказала, что соскучилась по бисеру поэтому мне вот нужен был такой процесс иметь чтобы периодически брать и просто вышивать какие-то тут пару рядочков вот осталось еще чуть-чуть вот тут вышить рамочку и у меня будет уже какой-то такой логический участок завершен вот хотя бы вот эти вот цвета не знаю когда теперь смогу приступить вернуться к этой работе но главное, что начало положено процесс организован и я попробовала здесь все хорошо вот такой у меня процесс номер один следующий дизайн это набор фирмы Ланарты из последних моих покупок Сара Мон леди с лиловым цветком вот такая красивая девушка размер работы 20 на 30 сантиметров вышивается на дне на дне какого каунта 35 каунта у нас здесь лен 35 каунта вот такой красивый лен с нанесенным фоном есть небольшое здесь небольшое тонирование я не знаю, видно на камеру или нет ну вот оно совсем очень-очень такое легкое тонирование ниточки у меня вот так в узелочке пока но я когда вышиваю я их развязываю этот узелочек вот так ниточек здесь немного потому что вышивка идет крестом в одну нить очень нежная вышивка я себе здесь нарисовала на органайзере значки чтобы мне было проще но в итоге мне пришлось сделать также парковщик для игл использую дубку точно так же сделаю номерочки прописала но скорее всего нужно будет перевесить эти ниточки чтобы уже они были на одном органайзере сначала не планировала парковать нитку а просто дошивать но так как здесь я вышиваю без разметки то я конечно далеко не убегаю можно очень легко запутаться все-таки есть какая-то смена нитки ну не очень прям одиночки но все равно небольшими группками они вышиваются поэтому вот такое вот пятнышко у меня получилось я начала из центра а центр у меня пришелся вот где-то вот здесь вот на шею у девушки часть цветка я захватила шею вот вышивала где-то вот рядом с подбородком такое пятно в общем-то как клякса знаете получается как будто кто-то взял кисточку макнул в разные краски и вот эти разные краски сюда вот так клякса упала и они расплылись на основе особо в общем-то здесь ничего не понятно знаете вышивать такие участки вообще такие работы сложно потому что вышиваешь ты не видишь что ты вышиваешь вообще здесь такие оттенки мне казалось ну это что такая шея будет ну вот да действительно это у нас здесь вот этот участок вот она шея вот тень начала уже появляться да ну когда вышится все будет конечно логично но когда вышиваешь все это кажется очень таким немножко странным сочетание цветов и как все это получается но вышивка достаточно приятна потому что вышивать крестиком в одну ниточку легко и просто не нужно ничего выкладывать все само собой получается и в общем-то я результатом довольна ну как в смысле как получается как идет процесс мне все понравилось единственное да немножечко устаешь особенно я не люблю вышивать из центра и вот так вот расползаться по основе я люблю снизу вверх идти как бы все так очень чинно и хорошо но здесь в принципе можно было бы посчитать но я решила вышивать с центра чтобы уже точно не ошибиться а все чтобы хорошо у меня рисуночек лег вот на этот на эту тонированную основу вот такие мои впечатления очень довольна тем что получается ниточки хорошие смотрите какие они коротенькие вот и я их вот так вот закручиваю когда я не работаю с этим процессом чтобы они у меня не убежали с планшетки потому что пока я их не перевесила а вот чтобы они не убежали вот таким вот узелочком они у меня будут храниться вот такой вот у меня процесс и заключительный дизайн этой недели это набор фирмы вервака вот такие прекрасные животные экзотические животные калаш дикие кошки зебра птицы вот это что за животное не могу понять лошадь не лошадь не знаю если честно вот тоже что-то наверное копытное вот и решила начать именно с этого дизайна я думаю что в начале этой недели я вам показывала что у меня два набора и я приняла решение вот именно из этого дизайна здесь интересная птица кошки конечно зебра вот хочется мне их повышевать и этому процессу досталось больше всего времени моего внимания ну наверное потому что это легкий процесс когда что-то у нас легко вышивается в радость конечно же не хочется переключаться и мне было интересно посмотреть как получится вот эта птица я посмотрела по схеме что не так-то много ее вышивать и вот с нее и начала схемы у вервака и у лонарты крупные четкие единственная их проблема то что у них очень слабая разбивка то есть у вервака по крайней мере есть вот эти номера разбивки а у лонарты их нет покажу вам схему от девушки вот видите сейчас такая она большая схема видите здесь нигде нет этих разбивок есть разбивка на крестики на крестики на квадратики 5 на 5 клеточек но очень все это слабо видно тяжело ориентироваться я вот себе ручкой сидела чертила здесь видите чтобы можно было хоть как-то ориентироваться точно так же и здесь потому что видны все-таки эти слабые границы 5 на 5 и начинаешь сбиваться думаешь где ты находишься это квадрат не это квадрат и я уже в процессе прям делала себе такую разметку тонким маркером чтобы видно было где эти границы и не сбиваться ну а в целом схема конечно легкая для тех кто вышивает и без разметки может быть никаких сложностей мне вот для меня прям сетка это очень важный момент я без нее очень сильно теряюсь вот поэтому у меня здесь вот такая вот уже появилась сетка здесь у меня небольшие идут раскрасы я себе не зачеркиваю отмечаю символы есть несколько символов которые похожи между собой чтобы не терять их и не путаться я вот их себе раскрашивала потом уже я вижу где они у меня вышиты где не вышиты поэтому уже нет у меня каких-то сложностей ну и конечно же я не скрываю не делаю никакой интриги сразу вам показываю то что у меня получается на основе получается вот такая классная птица прям было очень интересно ее вышивать начала я вот с этой стороны пошла потихоньку вышивать вышивая сначала вышла вот так глаз вот так вот на меня смотрела эта птица своим синим глазом потом я вышила вот этот хохолок я думала что же это такое вот хохолок на то у нее часть головы получается и потом уже вышила этот клюв вот у нее здесь ноздря у этой птички вышивается все очень легко крестиком в две ниточки так как основа здесь бежевая я не использую на цветных основах маркер а использую вот такие карандаши я вам показывала на моем Фредерике на черной основе я использовала белый карандаш а здесь я использую вот такой вот синий меловой карандаш от Прим очень они удобные единственное что они такие маленькие коротенькие и очень быстро стачиваются но в целом видите разметку видно он смывается стирается хорошо в воде поэтому по крайней мере здесь не будет никаких сюрпризов он не пропитывается в основу основа здесь приятная здесь 14 каунт крупненькая ну в общем очень-очень легкий процесс легкий и вот видите я повышевала всего несколько дней за несколько дней у меня такой вот огромный фрагмент вышелся прям вот эта работа очень легкая можно сесть и играючись ее вышить процесс мне нравится то что получается тоже нравится я люблю животных вот эта птица меня прям очень порадовала но вот не успела я ей вышить ее прекрасный этот хохолок у нее здесь на голове видите какой-то такой как веер прям вот из перьев что-то такое интересное мне девочки писали как называется эта птица но я увы забыла название такое интересное название этой птицы вот рамочка здесь у меня повышевалась ну в общем вы видите все очень хорошо замечательно я прям довольна этим процессом оторвалась сделала себе парковщик для игл потому что все-таки какие-то ниточки у меня стали оставаться и я решила сразу организовать у меня был кусочек вот этого материала вообще на работе у меня их много и я их собираю для вот именно парковщиков для игл на двухсторонний скотч приклеиваю ключ видите и все в порядке и значки и номерочки все здесь у меня есть ну и по ниткам решила заплести в косичку хотя она у меня уже немножечко такая потрепанная получилась вот планшетка в два раза сложенная и я заплела в косичку чтобы не вылетали ниточки не терялись но тем не менее вот я где-то тянула может быть она не очень вытягивалась уже косичка такая лохматенькая нужно будет переплести ну такие нитки яркие так интересно супер бантик такой я вот сделала вот такой у меня процесс и так что еще я хочу вам сказать на следующей неделе у меня не будет стартов так как следующая неделя у нас приближает нас к концу месяца а также приближает к отчету по совместному проекту райский сад и мне нужно отчитаться мне нужно что-то повышевать да у меня есть там один финиш но я хочу еще один финиш поэтому я буду брать работу и вышивать ее целую неделю чтобы был у меня финиш в общем будет марафон поэтому с 26 июля по 31 у меня будет неделя марафон я буду вышивать работу вести ее к финишу также в эту субботу воскресенье 24 25 мы уезжаем на выходные в одно очень красивое место в центральной Греции я сниму влог покажу наши поездки и с собой я возьму тоже какой-нибудь процесс но это будет скорее всего во влоге покажу какой-то процесс хочется продвинуть что-то из старенького хотя бы пару дней вот такие у меня новости ждите теперь в конце месяца видео марафон я буду делать включение снимать тоже таки видео как бы не очень пользуются спросом но у меня такая вот необходимость сделать финиш очень хочется поэтому буду вышивать буду стараться а на этом у меня все желаю вам хорошего настроения до новых встреч и всем пока-пока сегодня у нас ветрено полны очень ветрено не знаю как вам снять и показать море сегодня рано-рано посмотрите все свободно сейчас через часиков полтора два не найдешь ни одного лежака ни одного стульчика а я люблю пораньше в 108 быть уже на море